Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Школа это ужас. Что тебе ужасно, Анташа? Школа это ужас. Почему? Собрать не изменила весь взгляд на школу. О чём это оно тебе? А что ты раньше думала о школе? Раньше я думала, что всё хорошо, а школа это хорошо. Мама, я не талию. Да всё нормально у тебя, не талии. Иди сапку одевать. А что у тебя ужасно? Школа ужасно. Чего это? На, Афонь. Нет, там ветер. На, шапку. Что у тебя там такого? У тебя как раз таки всё хорошо. Единственное, почерк сказали стараться побольше. И всё. Вот так у тебя всё отлично. Мозги-то у тебя в порядке? Я пошёл. Григорий приехал. Идёт в школу. Всё, счастливо, сыночёк. Пока. Сейчас покажу тут пряники. Кстати, тут, смотри, прямой эфир Иры Лямина и в Инстаграм. По поводу марафона. Сейчас вот пряничный домик. И по её советую. Мне кажется, это очень здорово. Начала расписывать пряники, но с обратной стороны. Вот. Сейчас на вот этом покажу. То есть, вот эта обратная сторона, которая именно испечена на тефлоновом коврике. Вот он. Я его разрезала на две части. Вот эта вот лицевая. Но на ней есть, видите, к углам, то есть к краю немножко загиб. Ну, то есть, да, полукруг такой. А с обратной стороны всё ровно. Поэтому расписываю обратную сторону. Мне кажется, это здорово. Более рельефно смотрится узор. И надо было не торопиться, а всё-таки вот эти вот пряники тоже расписать с обратной стороны. Потому что они здесь более рельефные. Ну, будет вот так вот. В следующий раз буду знать. И сейчас начала расписывать. И в айсинг немножко добавлю воды. Потому что он, видите, вот бугры. То есть, он не до конца расплывается. Вот здесь вот есть одно местечко. И поэтому он не до конца ровный. То есть, он ровный, но вот здесь ямка и вот здесь в двух местах. Но так как здесь будет надпись «Днём учителя», я думаю, что всё будет в порядке. Афанасий тут троллей смотрит. Да, сына? Ко мне тут залиты все вот эти вот пряники с жёлтеньким. Сейчас буду делать айсинг для заливки листика. 7 листиков нужно залить. Вот мои листики. Сделала красным, жидким. Теперь беру жёлтый, тоже жидкий. Там тролли у нас, да? Так. Сейчас, зайчик. Так, мы жёлтым. Теперь оранжевым. Тоже жидким. Так, вытираем всё, что нам не надо. Салфетку. Оранжевое. Вот такое. Теперь всё остальное красным сейчас сделаю. И потом покажу, как сделать дальше. Вот такой вот пряник. И теперь шилом делаем вот так вот. Вытираем. Но мне, если честно, одной рукой неудобно. То есть шило нужно постоянно вытирать, чтобы были именно красные прожилки. И вот так вот делаем. И вот такой вот листик получается. Теперь он будет высыхать. Сохнут прянички. Просто для рамки с днём учителя. Это два листика. Это в набор, который мне заказали. Ещё два нужно будет испечь. И потом также залить. А вот это вот пять пряников для наших учителей. И они будут вот такие вот. Половина красного, половина жёлтого. И думаю, что будет здесь красным написано второй Б. Ну, я так думаю. Так вот. Ну, ещё в набор, естественно, будет вот такая же вот открыточка с днём учителя. И будет ещё для каждого учителя, там для музыки, для физкультуры, ещё по одному пряничку конкретно такой тематики. Даже пришлось вот этот стол разложить, потому что не хватает поверхности для сушки. Так что вот сюда теперь разложила пряники, чтобы высохли. Сейчас буду печь пряники по вот этим вот шаблонам, которые нарисовала сама. Они ещё увеличатся, естественно. Пряники достаточно хорошо расплываются, тесто пряничное. Вот это будет ещё дополнительный пряник. Вот это у нас не будет. Это будет для учителя рисования, для учителя музыки, для английского. И ещё для физкультуры будет мяч. Я его просто круглой вырубкой вырублю. Вот так что сейчас раскатываем тесто. Нужно нам сделать два листика. Я тут даже составила, чтобы ничего не забыть, ничего не перепутать. Даже составила этот. Что мне, сколько пряников, каких надо. Вот так вот. Так, папуля, тут сделали с Григорием. Папа, может, такие зато это мяч вырубили? Скажи, а вот они наклеили уголок. Ну да, почти незаметно, да? Да, незаметно. Затрётся грязью, как всегда. Да, незаметно. А, и теперь ещё здесь, да? А, он же ещё и не шёл. Ну да, Тунис вообще тут ободранный. И там такой же был. Ну да, я вам обрезал. Вкуски обрежу. Так что папа тут с Григорием ремонтирует. Да. Смотри, какой он вырос сейчас. За сегодня. Видел, что выросла? Да. Бабачки, вы видели, что в башке Галя выросла? Вот смотри на перец там, выросла? Ну да. По росточке, да? Да, что-то выросло. Ну, да и что это? Нет, папа, надо обратно посадить. Может, а потом деревья будут щуп-чупать? Нет, это перец. Я так пробовал деньги сажать, думал выросли. Кто-то неправильный сорт сажал денег, надо какой-нибудь другой сорт. Больше уже? Да. А папа, нужно миллионы, миллионы, миллионы. Сегодня у мамы пряничное настроение. Мама работает. 2.30 ночи, я иду уже спать. Так, пряники. Ещё один крайний заказ бабушке. Вот внуков, пряники, две чашечки, чайник, кексик и вот такая баночка с малиновым вареньем. Здесь, когда всё высохнет, будет ещё такая этикеточка любимой бабушки. И все пряники к дню учителя тоже готовы. Вот здесь ещё немного завтра осталось доделать. Сейчас не буду влазить, чтобы не испортить. Потому что если влезть в невысохшее, то всё просто потечёт. Ну что, на сегодня всё. Я пошла отдыхать. Сейчас ещё голову пойду посушу. И всё. И всем до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok